Всем привет еще раз. Мы с вами, как тут написано в оговорении, будем говорить про карутины немного. Возможно, заезжу на тему. Карутины были на хайпе где-то, наверное, года-полтора-год назад. Сейчас уже про карутины много все всего знают. Давайте проведем такой небольшой опрос. Кто использует карутины сейчас? Production. Так, окей. А кто знает примерно, как они там работают? Какая-то магия делается Kotlin-компилятором? Ну, наверное, вот как раз для вас, кто в руки не поднимал, я сейчас буду что-то рассказывать. Для тех, кто с карутинами не знаком, я оставил пару ссылочек. Желаю вам ознакомиться, потому что карутина это такая уже даже не хипстерская тема, а вполне себе серьезная и стабильная, и много кто уже карутины использует. Вот. И после ознакомления можете спокойно пересматривать доклад, он вам будет полезен. Надеюсь. План доклада – это, по сути, история моего личного ресерча. То есть, как это все произошло. Я столкнулся, ну, то есть, я решал какие-то задачи на Code Wars. Я столкнулся с одной интересной задачей, которая меня натолкнула на ресерч в сторону карутин. То есть, изначально там карутины вообще как бы не к месту были, но после изучения какого-то пришлось покопаться в дизайн-документе и понять, как карутина можно применить для решения. Вот. Мы для решения, собственно, рассмотрим, какие основные сущности есть в карутин, как это все вместе работает, и решим поставленную задачу и рассмотрим несколько примеров. В качестве примера я решил, что мы попробуем написать какой-то примитивный функционал в библиотеке Kotlin X-Korutins. Да, нужно, чтобы я оговорился. Мы будем здесь рассматривать преимущественно инструменты стандартной библиотеки. То есть, то, что находится в Kotlin без X. Вот. То есть, не Kotlin X-Korutins, а просто Kotlin-Korutins. То есть, какие-то примитивы совсем. И будем на основе этих примитивов что-то создавать. В том числе, попробуем создать функции из Kotlin X-Korutins. Типа delay, launch и так далее. Но это в этом позже. Собственно, переходим к задаче, которая меня наткнула на все это изучение. Эта задача называлась tricky Kotlin 8. Simple for comprehension. Tricky Kotlin вообще очень интересная серия задач, которую я вам рекомендую попробовать. Вот эта задача, она самая сложная из этой серии. Но все задачи целиком, они какие-то такие нестандартные особенности языка вас пробуждают изучать, которые, возможно, вы когда-нибудь будете использовать при разработке каких-нибудь DSL. Вот. Мне было тоже интересно порешать в том числе особенно вот эту задачу. Вот. Постановка задачи довольно простая. У нас есть два optional. Там в следующем слайде будет понятно, почему optional, а не просто enable-типы. И нам нужно их просуммировать, если они оба не пустые. Если хотя бы один из optional пустой, мы хотим вернуть пустой optional, соответственно. Вот. В Kotlin это можно сделать вот так, но в Scala, которая изначально там, одна из главных конкретных в Kotlin была, можно это сделать вот так. Я не хочу никак говорить, что это там красивый, некрасивый синтаксис, но у них есть специальное выражение для таких вещей. И задача в этой, ну, задача в этой таске на Kotworce была написать такую же вещь с использованием Kotlin. То есть Kotlin, мы все знаем и любим Kotlin за то, что это очень мощный язык разработки DSL-ей. И задача побуждает нас написать такую синтаксискую конструкцию самим, по сути. То есть это будет выглядеть примерно вот так. То есть если у нас хотя бы один из вот этих optional приходит пустой, то мы сразу возвращаем пустое выражение. Если оба не пустые, то возвращаем сумму. То есть в сравнении со Scala, то есть довольно похоже выглядит. И никаких синтаксических конструкций своих добавлять в язык нам не нужно. Вот, попробуем это сделать. А, еще важное уточнение. В задаче запрещено использовать исключения. Там в этом звучание не написано, но когда начинаешь сдавать решение, они тебе говорят, ага, у вас тут исключения бросаются. Так нельзя. Вот, это, конечно, искусственное ограничение, но оно побуждает как раз к использованию более сложных каких-то вещей и к изучению. Так, давайте тогда перейдем к основным существам, которые есть в Kotlin. Как бы вот список, можно сказать, просто определений. То есть в дизайн-документе вот именно как раз этот список написан. Основных определений, которые используются. Это, во-первых, корутина, да, это вычисление, которое можно переостановлено. То есть это фактически определение из главного документа по корутинам, которое писали там Роман Елизаров и остальные ребята из JustBrainz. Это suspending function и лямбда. Это, по сути, функция и лямбда, которые можно запускать из других suspend-функций. Ну или более формально, это просто лямбда, тип которого есть, ну, есть лейбл suspend перед типом, собственно. И то же самое с функцией, да, то есть функция, помеченная модификатором suspend. Это корутин-билдер. Это не suspend-функция, которая принимает suspend лямбду и создает корутину. Стартует ее. И опционально возвращает какое-то значение, связанное с ее результатом. Это suspension point. Это точка остановки функции. То есть, по сути, то, что в Android Studio или в IntelliJ IDEA показывается такой стрелочкой с волнистой линией, это всегда место вызова другой suspend-функции или лямбды. И это continuation, это состояние вашего вычисления. То есть, это, по сути, как написано в документации, continuation представляет остаточное вычисление. То есть, если у вас есть какая-то suspension point, то continuation это state после этого suspension point. То есть, оно представляет собой все вычисление, которое будет после остановки. И, собственно, continuation это в Kotlin такой вот интерфейс довольно простой, у которого есть корутин-контекст, о котором мы немного дальше поговорим. И единственная функция resume with, которая принимает результат. Это тот самый класс, который либо success, либо failure с каким-то типом. Довольно простой интерфейс, он generic, там может быть любой результат, любой класс, в том числе там unit nothing и так далее. И, собственно, больше о нем даже говорить нечего. То есть, максимально вообще корутин, они про то, что там максимально простые и примитивные интерфейсы, которые между собой как-то комбинируются. И про корутин-контекст. Это тоже интерфейс, который, по сути, представляет собой просто мапу. То есть, там есть какие-то элементы. Вот как тут видно, есть интерфейс-элемент, у которого обязательно должен быть ключ. И, собственно, интерфейс-ключ, который как раз там и должен быть. То есть, они все определенные здесь в контексте. И, как видно, из этого корутин-контекста можно получить что-то по ключу, можно что-то положить по ключу. То есть, он только иммутабельный. То есть, мы не кладем что-то туда по ключу, модифицируя этот контекст, а создаем новый каждый раз. И есть там еще функция fold и минус key, которые тоже не часто используются, но в основном, конечно, это plus и get, которые везде используются. А эти так, скорее, для удобства. И что можно делать с картин-контекста? Мы можем положить туда все, что угодно, и достать все, что угодно, что мы до этого положили. Например, в документации есть пример с тем, что можно, допустим, положить туда какой-нибудь токен для аутентификации. Не знаю, насколько это валидный пример. Возможно, просто искусственный какой-то, но, по сути, он демонстрирует то, что можно положить туда любую информацию, и потом ее оттуда достать где-то в другой корутине, которая может быть уже вложена в еще 10 корутин и так далее. По сути, такой можно даже назвать его каким-то простым, очень сервис-локатором по ключу. Есть еще такая вещь, как continuation-interceptor. Заметьте, что он реализует интерфейс корутин-контекст элементов, то есть это элемент корутин-контекста, и все, что он делает, это берет какой-то continuation и меняет его на другой continuation. Возможно, используя тот в качестве реализации каких-то методов. Наверное, чаще всего. То есть с помощью этой простой штуки мы можем подменять continuation. Для того, чтобы, например, как мы видим дальше, перенести исполнение куда-то в другое место. Дальше, как создавать и запускать корутины. Создать ее можно вот так, довольно просто. Из callback есть функция suspend-корутин, которая suspend-функция, и в лямбде у которой есть параметр continuation. И все, что нам нужно делать, чтобы продолжить исполнение, это вызвать резюм на этом continuation. И обратите внимание, что вызов резюм здесь, он как бы продолжает родительскую корутину. То есть та корутина, которая будет запускать вот эту корутину, она будет продолжаться с вызовом continuation резюм на тот снизу. Помимо резюм, кстати, это просто extension, который принимает объект и там оборачивает его в result success. То есть ничего сложного. Есть также еще резюм с exception. Аналогичным образом работает. То есть корутину из callback создать довольно просто. Просто нужно вызвать у continuation резюм после того, как ваш callback сработал. То есть когда там что-то загрузилось и так далее. Это на самом деле используется много где, когда вам нужно оборачивать какие-то callback функции. Запустить корутину можно тоже довольно легко. У suspend-лябда есть метод у объекта. Это start-корутин, в который перейдется continuation, и, собственно, все. И здесь пример как раз, который практически идентичен библиотечной функции launch из cross-inx-корутин. То есть все, что мы здесь делаем, это принимаем контекст, который по умолчанию empty корутин контекст, и принимаем лямбду, которая suspend-лябда. Это, собственно, корутин лаунчер, про который мы говорили. Корутин билдер, точнее, извините. И с помощью метода start-корутин мы его запускаем, то есть просто синхронное исполнение. И если произошла какая-то ошибка, то есть если у нас результат пришел фейлор, то мы просто бросаем исключение в тред. Вот, примерно так работает с Dart-корутин. Я сразу скажу, что кода будет много. Надеюсь, я вас этим не напугаю. Если есть какие-то вопросы, можете сразу поднимать руки, можем обсуждать, чтобы повествование как-то более понятно было. Вот. Так. Теперь посмотрим, как картина работает, собственно, под капотом. Так как мало кто поднял руку, наверное, будет полезно. То есть вот такая функция, например, тест, которая вызывает функцию b, которая suspend-функция. Вот. В коде, который мы написали, как бы всего две строчки, да, внутри функции. И все довольно просто, но компилятор своей магией добивается вот чего-то подобного. Это я еще сократил, я вырезал только то, что самое важное. Вот. Что мы тут видим? Во-первых, continuation. И про него происходит свитч. И у него берется какой-то лейбл. Это на самом деле метка, которая определяет состояние карутины. То есть карутина, на самом деле, говоря академическим языком, да, это конечный автомат. И у автомата есть какие-то состояния. И эти состояния, из-за этих состояний происходят какие-то переходы из одного в другое. И здесь как раз лейбл, это идентификатор состояния. И то есть у нас есть два состояния здесь, по сути. До исполнения функции b и после исполнения функции b. Поэтому у нас два кейса. 0 и 1. Ну да, здесь, конечно, компилятор над названиями особо не думает, как можно заметить. Создает всякие переменные типа var 10000. Где была var 1, тут как бы непонятно. И еще важно уточнить и увидеть, что, смотрите, функция b у нас вот на этом слайде ничего в себе не принимала. Но вот здесь функция b уже принимает continuation. Любая со спен функция компилятором будет преобразована обычную функцию, которая принимает continuation в качестве последнего параметра. Либо первого. Я только не проверял порядок, но неважно. То есть любая со спен функции имеет continuation и поэтому вариант, где мы там делаем continuation резюме в лямбде, он ничем необычным не кажется. Потому что любая со спен функций в себе имеет continuation. Это магия компилятора, который, собственно, за счет которой коррутинно, собственно, и работает. И как мы здесь видим, вызывается функция b, которая у нас была вот здесь. Ее результат кладется в переменную и дальше он потом оттуда вытаскивается. из этой переменной снизу, уже после того, как свитч отработал. И печатается. То есть print.ln там он только в самом низу оказывается после свитча. Вот такая вот небольшая магия, которая на самом деле не магия, а просто хорошая работа компилятора. Вот теперь перейдем к решению самой задачи. Да, давай. А вот когда свитч отрабатывает, когда он выйдет из свитча? Когда выйдет из свитча? Так, наверное, не очень понял вопрос. Ну, там просто continuation сам поменяется. Ну да, я понимаю. То есть вы имеете в виду, что нужно заново прийти в свитч после этого. То есть мы изначально проходим… Там просто continuation другой, наверное, придется изначально. То есть функция будет выполняться… Функция вызовется заново, но с другим continuation. Вот. Здесь есть какие-то еще вопросы по этому слайду? Давайте теперь решать поставленную задачу с этой странной конструкцией for и скалы. Я на самом деле рад, что ее в котле нет. Она какая-то выбивается из… И как-то лишней, кажется, в плане синтезиса. Ну, что мы можем сделать? Во-первых, нам нужно, собственно, написать этот for, да, функцию, которая принимает гамду. У нее будет какой-то body, который будет suspend. И тут есть scope, о которой на следующем слайде поговорим. Там, на самом деле, нескольких функций. И все, что мы делаем, это стартуем корутину и потом забираем ее результат. То есть здесь for scope определяется с callback-ом. И мы по этому callback-у, по результату просто складываем его в переменную и возвращаем. Из-за того, что здесь никакой синхроничный нет, все выполняется синхронно, мы получим правильный результат. И сейчас, наверное, лучше в совокупности в следующем слайдном посмотреть. Так, два. Вот, собственно, этот scope, да, то есть у нас callback как в конструкторе приходит как аргумент. И этот scope, он реализует интерфейс continuation. То есть у него есть контекст, который empty, и есть resume with. И resume with мы просто вызываем callback с результатом. И все. И функция not null, которая нужна для того, чтобы использоваться в scope, да, то есть для того, чтобы DSL работал, мы проверяем здесь, если это suspend функция. И если у нас объект, который туда пришел, он null, то мы сразу делаем резюм на внешнем scope, то есть на всей корутине, которая внешняя, и сразу выходим оттуда. Если у нас объект пришел не null, то мы продолжаем текущую корутину. Вот. Понятно? И в итоге мы можем получить что-то типа такого. Я тут немного модифицировал, не стал прям как в скале делать с вот этим yieldом, потому что можно было и без него обойтись. И то есть, как видно, здесь вот эти функции not null, они suspend. Если хотя бы одна из них не срабатывает, то есть там объект переходит как null, то мы сразу выходим, потому что мы делаем резюм из внешней функции. Если все окей, то не null, то мы продолжаем исполнение вот этой корутины. И, соответственно, таким образом мы можем получить результат. В данном случае выведется null, потому что у нас b null, а вот в этом случае выведется все хорошо, будет 3. То есть мы дальше уже не пойдем вот в этом случае. У нас здесь, ну, конечно, дальше идти, там сумма просто дальше, но если дальше там какой-то был, допустим, слип, да, на 10 секунд, то его бы не произошло. Потому что исполнение бы сразу прервалось, и мы бы перешли дальше. Мы бы вернули результат, null, и все. Так, тут понятно? Такое ощущение, что что-то сложное очень тут это, на value, так сказать. и... Где-где? А, вот смотри, в этом случае у нас b null, если мы поставим здесь после b, после вот этой вот функции dot null на b, delay какой-то, то его бы не произошло, потому что мы бы вышли из этого исполнения сразу же после функции dot null. То есть она как бы так исполняется, что дальше уже нет смысла исполнять. То есть все работает как и планировалось. Немного, конечно, я модифицировал исходную задачу, но если вам интересно, можете порешать ее сами и сделать прям эзотичный вариант с field. На самом деле рекомендую попробовать. Немного, вот чтение, дизайн документа по коротину немного расширяется знание, потому что ты видишь, как изначально это все задумывалось. То есть какой вообще важный урок я хотел дать вот именно вот этой истории про задачу? Тем, что коротина — это не только про синхронщину. То есть что коротиной можно решать и другие задачи, в том числе, например, sequence. Если кто использовал, есть sequence builder в стандартной библиотеке, которая как раз тоже на коротинах работает, то есть чтобы строить какие-то последовательности. Так, теперь немного велосипедов. Будем писать Kotlinx Coroutines, ну такую очень урезанную версию. Так, вот. План на то, что мы хотим сделать, собственно, он небольшой. Это мы хотим сделать диспатчеры. То есть хотим переносить исполнение, собственно, ради чего все это было, да? Ради, ну ради чего все эти коротины, которые Kotlinx? Ради того, чтобы там что-то асинхронно делать. Мы хотим переносить исполнение на другие потоки или на другие пулы потоков. Хотим уметь делать дилей и хотим менять контекст корутины прямо во время ее исполнения. То есть переносить исполнение куда-то в другое место. Попробуем это реализовать. Лаунч у нас уже есть. Я показывал. Он примерно один в один такой же, как и в Kotlinx, который просто стартует корутину и бросает исключение, если там что-то сломалось. Вот. Наша задача сейчас научиться переносить исполнение на другой поток. То есть если мы здесь сейчас сделаем, как видно на слайде, то увидится все один-два. То есть без переноса, все синхронно, ничего необычного. Поэтому мы будем писать сейчас диспатчеры. Вот. Начнем мы с continuation специального. То есть мы можем унаследоваться от continuation. Там я специально вынес, чтобы меньшее место занимало в delegate, контекст. И как на самом деле это все работает? Я думаю, многие знают, что корутина работает на экзекьюторах, на threadpool. Это резонно, потому что создавать поток под каждую задачу это вообще не то, чем чего хотели добиться ребята из threadpool. И они просто переиспользуют потоки, которые есть в экзекьюторах и в threadpool. И здесь, собственно, мы принимаем экзекьютор как аргумент и просто по сути вызываем резюме with в контексте какого-то экзекьютора. То есть надо на каком-то другом потоке, который там уже экзекьютор сам решит на каком. И за счет этого мы можем добиться того, что исполнение будет на другом потоке происходить. Как видно, это обертка над continuation. Дальше мы это как раз будем использовать в вот, да, continuation interceptor. Dispatcher — это continuation interceptor на самом деле. И все, что он делает, это берет continuation и возвращает другой continuation, который dispatched continuation, который будет резюме with вызывать на другом потоке. Ничего тут страшного не происходит. Я, на самом деле, когда это все первый раз видел, я думал, что там какая-то магия совсем происходит. На самом деле здесь там кода очень мало. И они просто там используют какие-то стандартные примитивы, которые уже есть, типа экзекьюторов. И, да, то есть по сути мы оборачиваем continuation и возвращаем dispatch continuation вместо исходного. ну и тут уже совсем просто можно сделать собственно этот dispatcher, который есть в крутинах, да, сделаем сингл и пул с разными экзекьюторами. И теперь мы можем делать что-то типа такого. Теперь уже исходя из того, что принтится это в другом порядке, мы можем сделать предположение, что это происходит не синхронно. Вот, а println1 происходит на каком-то другом пуле. Так. Вот, теперь delay. Тоже довольно, наверное, важная функция, часто используемая. Delay это suspend функция, поэтому мы ее создаем через suspend коротин. И что мы здесь делаем? На самом деле, тут я на это внимание не акцентировал, но здесь используется scheduled executor service, то есть который может запускать что-то с delay как раз именно для этого, для того, чтобы реализовать потом delay на нем. То есть мы можем у этого экзекьютора сделать schedule и указать туда время, через которое нам нужно это выполнить. То есть указать какое-то конкретное количество миллисекунд и time unit. И continuation, contresume, да, то, что вот тут на слайде, вызовется через это количество миллисекунд. То есть функция, картина, которая запустит delay, она приостановится, пока не будет вызван contresume. А contresume будет вызван через ms миллисекунд, потому что это будет выполняться на этом экзекьюторе. Вот, тут все понятно. Окей. То есть тоже достаточно просто. Ну, я тут, конечно, надо было, наверное, какой-то написать, что time stamp какой-то написать. Ну, можете мне поверить, это вызывается с каким-то, с delay в секунду где-то. Вот, можете сами потом попробовать запускать. Тут все работает как ожидается. и будет контекст, тоже часто используемая функция. Тут совсем просто. То есть мы запускаем карутину, но передаем ей другую continuation с другим контекстом. И продолжаем внешнюю карутину, когда выполнится это, которое на другом контексте тоже. На самом деле ничего сложного. Вот тут понятно? На сути просто подменяем контекст. Вот, и теперь мы запускаем лаунч без какого-то диспатчера, но добавляем диспатчер в контекст. И тоже порядок принта меняется. То есть тоже что-то там было вынесено на другой пул, на другой поток. Вот, на этом на самом деле по части костылей, ой, костылей велосипедов у меня все. Вот, выводы, которые я бы хотел, они по большей части по карутину, насколько они классные, да, то есть карутина это наука, карутина это отличная работа команды JetBrains, отличная работа компилятора. Это не только про синхронность. На карутинах на самом деле можно написать очень много интересных вещей. Ссылки на некоторые я дам дальше. И карутины классные, пользуйтесь карутинами, добавляйте их в продакшн, кто еще не добавил. Вот, а по поводу ссылок, первое, это, конечно, дизайн документ. Всем рекомендую почитать, хотя бы частично. Это то, как карутины изначально и задумывались, какие задачи они должны были решать, какие задачи они могут решать от Романа Елизарова, от других ребят JetBrains. Вот, очень интересно почитать, какое у них было изначальное видение на этот инструмент. Потом это Sequence Builder, про который я уже говорил. Это то, что есть в стандартной библиотеке Котлина, как можно строить какие-то последовательности Sequence на основе карутин. И третье, это статья Романа Елизарова про то, как можно перенести рекурсию со стека на кучу при помощи карутин, то есть чтобы не было стеку верфол. Можно все перетащить в кучу и вызывать спинт-функции. Вот, на этом у меня все. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ